МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество автомобилей, ежедневно бороздящих асфальтовое пространство городских улиц, с каждым годом растёт во всём мире невообразимыми темпами. Сами же автомобили при этом становятся всё более мощными и навороченными. Даже несмотря на гигантские скорости, электронные системы безопасности, которыми буквально напичканы современные автомобили, часто позволяют справиться со многими неожиданностями на дороге. Увы, но, полагаясь в том числе и на эти самые системы, люди нередко проявляют вопиющую беспечность за рулём. И безопасно выйти из критической ситуации удается, к сожалению, далеко не всегда. Так что число дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом продолжает оставаться пугающим. Статистика аварий, происходящих в Европе, да и во всём мире, показывает, что с непрерывным ростом мирового автопарка и развитием автомобилестроения уровень смертных на дорогах меньше, увы, не становится. И именно дорожные аварии занимают первое место в печальном хит-параде причин насильственной смерти. Кроме того, они на десятом месте в перечне вообще всех причин смерти в мире. Вопросом о том, как повысить шансы сидящих в машине на выживание, при столкновении, автопроизводители задались ещё первой половине прошлого столетия. Правда, изначально краш-тесты в современном понимании этого выражения были далеки от истинной проверки безопасности транспортного средства. Первым человеком, который считается невольным основателем краш-тестов, стал Анри Ситроен. Придумывая оригинальный рекламный трюк для своей новой модели 1935 года, основатель известной французской марки отважился пойти на весьма неординарный шаг. Сперва с обрыва был сброшен старый автомобиль, который, проделав в воздухе несколько кульпитов, от удара о землю рассыпался буквально в прах. Следом за ним, с 30-ти метровой высоты, по задумке метро, полетел и переднеприводный Ситроен 11СВ, Траксион Авант. Что интересно, конструкция кузова была настолько прочной и тяжёлой, что автомобиль не только практически уцелел после падения, но и смог продолжить движение. Специалисты Ситроен тогда с удовлетворением констатировали, что автомобиль после приземления полностью пригоден для дальнейшей эксплуатации. Если бы, конечно, не потеря капота. А история настоящих краш-тестов, которые в 2009 году отметят 50-летний юбилей, началась только спустя 24 года после Ситроеновского экспромта. Знаковым для автомобильной безопасности стал 1959 год. Тогда компании-производители впервые задумались о том, что надо как-то продумывать безопасность своих автомобилей. Ну а компания «Мерседес» начала проводить регулярные краш-тесты на открытом полигоне в Зиндельфингене. За один только 1959 год там разбивают 80 автомобилей. Огромное количество по меркам того времени. Результаты первых ударных испытаний шокируют. Оказывается, что шансы выжить в любом из тогдашних «Мерседесов», даже при столкновении на скорости всего 50 км в час, просто равны нулю. И закипела активная работа, направленная на улучшение этой удручающей ситуации. Так появились сминаемые мягкие элементы, складывающиеся детали, оформление салона и многие другие изменения в конструкции автомобиля, влияющие на его безопасность. С подачи «Мерседес» всерьез задумываться о безопасности водителей и пассажиров начинают и другие производители. Опыт немецкой компании вскоре перенимают и остальные фирмы, которые приступают к проведению собственных краш-тестов. Постепенно были выработаны специальные методики проведения этих самых краш-тестов. Со временем на смену единичным тестам пришли масштабные программы, а лабораторные испытания приблизились к реальным условиям. И, наконец, такие испытания стали обязательными для всех автомобилей. Без исключения. Тогда же остро встал вопрос о том, как же проверить, что происходит внутри автомобиля с человеком, который там сидит. И выход был легко найден. На начальном этапе проведения краш-тестов роль подопытных кроликов играли живые люди или даже человеческие трупы. Сложно себе представить, что происходило с этими несчастными во время сымитированного дорожно-транспортного происшествия. Тем не менее, подобные опыты проводились довольно длительное время. Однако от привлечения живых людей через некоторое время решено было отказаться, так как добровольцы стали получать много травм. Так что наиболее гуманным решением стала кукла. Первые манекены пришли из авиации США, где они использовали для испытания катапульт. Они были весьма примитивными, лишь внешне напоминая человека. О полученных травмах эти первопроходцы сообщали при помощи мела. Эволюция манекенов пришлась на 1973 год, когда впервые внутрь безучастной куклы была помещена чувствительная электроника. А сегодня навстречу препятствиям отважно несутся не просто манекены, а по сути высокоточные приборы. Каждый из них обходится автопроизводителю не в одну сотню тысяч долларов. Но что не сделаешь во имя спасения жизни. Все манекены созданы наподобие человека. Соблюдены рост, вес, размеры и пропорции. Голова, колени, грудная клетка и другие части манекена сконструированы таким образом, чтобы их реакция на различные нагрузки была подобна реакции частей тела человека. Например, резиновые детали куклы растягиваются при ударе и выгибаются точно так же, как это происходит с человеческим телом. Внутри манекенов находятся электронные датчики для измерения нагрузок, которые испытывает человек в автомобильной аварии. Ученые и инженеры изучают, анализируют и сопоставляют множество данных, полученных в процессе испытаний. Это позволяет понять, что происходит с человеческим организмом во время реального столкновения. Чтобы максимально реалистично представить себе картину аварии, сегодня семейство манекенов представлено даже беременными женщинами. Но вернемся на несколько десятков лет назад. Программа краш-тестов с каждым годом становилась насыщеннее, давая испытателям все более полную картину происходящего. У многих автопроизводителей стали появляться собственные центры безопасности, оборудованные по последнему слову техники, где воссоздаются различные виды столкновений. Кроме того, к работе подключились и независимые организации, которые занимаются оценкой пассивной безопасности автомобилей. К примеру, в Европе эту деятельность осуществляет некоммерческая организация Euro NCAP. Основной вид испытаний – фронтальные и боковые краш-тесты с использованием человекоподобных манекенов, а также имитация аварий с участием детей и наездов на пешеходов. Результаты этих испытаний оказывают самое непосредственное влияние на популярность моделей. Европейцы хотят иметь автомобиль, надежно защищающий при аварии. Аналогичная программа краш-тестов существует и в Америке. Но правила, по которым Национальная ассоциация дорожной безопасности, NHTSA, проводит испытания, отличаются от европейских. Нередки случаи, когда автомобиль, отлично выступивший в европейских тестах, выглядит середнячком на американских испытаниях. И наоборот. Еще на заре появления краш-тестов, компания Mercedes составила перед собой задачу не допустить значительных деформаций жизненного пространства автомобиля при аварии. Для этого была необходима серьезная проработка структуры кузова. Так у автомобиля появились зоны деформации. В дополнение к основным силовым элементам спереди, лонжеронам, современные конструкторы добавляют верхние усилители фартука крыла с зонами концентрации напряжений, предназначенной для поглощения энергии удара. Аналогичным образом прорабатывают и заднюю часть автомобиля. Причем поверхность задних лонжеронов изменяют так, чтобы они поглощали энергию удара от столкновений без повреждения топливного бака. С двигателем в этой ситуации обходятся жестче. В конце концов, он на безопасность не так сильно влияет. Для того, чтобы запрограммировать деформацию кузова, силовые элементы разбивают на участки повышенной и пониженной жесткости путем гофрирования, сверления или же резкого изменения площади поперечного сечения элементов. Конечно, предугадать все в современной дорожной обстановке просто невозможно. Скорость и интенсивность дорожного движения учит нас тому, что удар может произойти с любой точки. Не ты, так тебя. Не сзади, так сбоку. Поэтому основной задачей разработчиков является создание условного замкнутого круга, внутри которого находятся водитель и пассажиры. И с какой бы стороны не произошло столкновение, в какую бы точку машина не ударил посторонний автомобиль или любая другая преграда, эта точка не должна быть ахиллесовой битой. Она точно так же, как и все другие части автомобиля, должна быть конструктивно приспособлена к поглощению энергии от возможного удара. Многие из этих краш-тестов появились не так давно. Другие проверяют безопасность автомобилей при столкновении уже в течение долгого времени. И каким бы большим ни казалось количество краш-тестов, которые проводятся в самых различных автомобильных лабораториях практически по всему миру, и какие бы различные дорожные ситуации они не моделировали или не пытались моделировать, уверенным можно быть только в одном. Уже в ближайшем времени этих тестов станет еще больше. Сегодня при подготовке автомобиля к серийному производству разбивается не меньше нескольких сотен автомобилей, а иногда и речь идет о тысячах. Это большие расходы для компании-производителя. Но цена человеческой жизни сегодня гораздо выше. Одной лишь проверкой поведения металла в зонах деформации дело не ограничивается. Особое внимание уделяется тому, как себя в этот момент чувствуют те, кто находится в салоне автомобиля. Подушка безопасности появилась на автомобилях в виде своеобразного парашюта, позволяющего избежать последствий в, казалось бы, безвыходной ситуации. Сначала подушки были только у водителя. Потом постепенно они заполнили весь автомобиль. Последствия аварии с появлением подушек безопасности стали зачастую не такими трагичными. Одновременно с увеличением количества подушек в автомобиле меняется и их качество. Инженеры просчитывают все аспекты срабатывания подушек. И анализируя результаты краш-тестов, корректируют время срабатывания подушек, степень наполнения и материалы подушек, чтобы повысить шансы на спасение пассажиров и водителя. Впрочем, внимание уделяется не только тем, кто сидит в салоне автомобиля, но и тем, кто в волею случая попал под его колеса. Уже достаточно давно производители под давлением европейских и американских законодателей уделяют внимание тому, какие повреждения наносят их автомобили пешеходам при столкновении. Теперь в программе тестирования каждого автомобиля есть обязательные тесты на человеколюбие. Тесты проводятся на самые распространенные ситуации. Даже велосипедисты, регулярно попадающие под колеса машин, стали объектом изучения. Конечно, не сами велосипедисты, а те последствия, которые несет для их здоровья потенциальное столкновение. Анализируются различные дорожные ситуации. И наиболее вероятные точки контактов пешеходов с автомобилями тоже подвергаются анализу. Никто не питает иллюзий, что столкновение автомобиля с человеком можно сделать безопасным. Но его можно сделать менее опасным, а это уже неплохо. Результаты этих испытаний потом попадут к инженерам, которые будут анализировать каждую точку на голове подобных манекенов. Кстати, многие из таких испытаний из реального мира уже постепенно переходят в мир виртуальный. Компьютер пришел на помощь человеку где-то в середине 90-х годов. Грандиозный прогресс позволил автомобильным компаниям разработать довольно точные компьютерные модели их машин и заменить реальные краш-тесты виртуальными. Конструкторы теперь вносили изменения в параметры математической модели, проводили краш-тесты и лишь добившись оптимальных результатов в компьютере, проводили реальные испытания для проверки моделей. Так что во многом, благодаря компьютерным моделям и широкому интересу к результатам независимых краш-тестов, уровень пассивной безопасности автомобилей за последние десятилетия значительно вырос. Тем не менее, работа в этом направлении продолжается. По мнению экспертов, подобные испытания все еще недостаточно совершенны. Поэтому некоторое время назад ведущие мировые производители решили объединить свои усилия в создании нового компьютерного комплекса. КАРАНТО РАНТО 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 РАНТ